привет пацаны и очаровательные девушки сегодня речь пойдет о температуре на процессоре dreambox 900 собственно этого видео и не было если бы я случайно не положил руку на корпус своего ресивера он оказался горячим я засомневался что это должно быть так связался с магазином и поинтересовался должен ли корпус ресивера нагреваться так сильно на что продавец ответил что да это нормально так оно должно быть так они работают ну и собственно это для него норма но я посчитал что это плохо поскольку скорее всего греется центральный процессор а работа процессоров на повышенной температурах имеет некоторую опасность собственно я сделал мод ресивера он уже модернизированный я установил у него активную систему охлаждения я выбрал вот такой медный кулер для компьютеров это фирма zalman cnpx 2x ну и собственно я его поменял внутри ресивера в базовой комплектации идет вот такой непонятный радиатор почему непонятный поскольку он имеет очень маленькую поверхность контакта здесь была жвачка через которую он присоединялся на процессор и не имел достаточного контакта с поверхностью процессора когда я открыл и увидел вот такой радиатор это конечно было непонятно поскольку сам ресивер очень хороший качественный стоит своих денег ну скажем так он дорогой и почему производитель установил вот это недоразумение непонятно сейчас я покажу сколько на корпусе того ресивера здесь 27 градусов или по паренгейту 80 градусов полностью мне сейчас 25 градусов то есть можно считать что корпус холодный также можно увидеть в меню 34 градуса 34 градуса это на самом процессоре собственно когда я устанавливал этот вентилятор изначально я выбрал жесткое крепление я его сделал но были некоторые нюансы о которых я расскажу немножко позже не получается сделать жесткое крепление и я закрепил его бойлочной нитью это дает некоторый плюс и данный ресивер работает вот с такой вот температурой 34 градуса ну давайте возьмем инструмент и приступим к его разборке а также покажу что внутри и как установить вот этот cnpx2x итак перед нами ресивер давайте его разберем делается это не сложно отключаем винты Эта крышка снята, видно что здесь уже установлен вентилятор cnpx2x. Давайте продолжим разборочку. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Собственно вот передняя панель. Мы ее убираем в сторону, чтобы не повредить. И как можно видеть, что вентилятор подключен уже к питанию. Разработчик как будто бы знал, что я буду делать эту модернизацию и установил соответствующий разъем. Отключаем его. И теперь собственно нюанс, почему я закрепил кулер на войлочную нить. Она держит крепко. То есть вы можете убедиться, что ничего не происходит с ресивером. Нюанс заключается в том, чтобы вынуть этот модуль, который я сейчас откручиваю. Нужно сдвинуть вот эту плату в сторону процессора. Если не будет зазора, будет жесткая связь, то мы не сможем вынуть плату. Поэтому мы чуть-чуть отодвигаем. Здесь такие есть защелки. И вынимаем модуль. Это модуль приема. Вынимаем модуль. Материнскую плату. И вот так она выглядит. Сейчас я сниму радиатор и покажу, как его крепить. буду делать. Буду делать это аккуратно, поскольку есть дорожки, чтобы их не перерезать. Давайте сравним контакт ЦНПХ2Х. Видно, что это хороший радиатор с мерной трубочкой, с пластинами, с вентилятором, с кулером. И размер контакта пластины, которая установлена здесь по умолчанию. Плюс она соприкасается через жвачку. Это буквально один квадратный сантиметр. Это маленькая площадь соприкосновения. Вот так он был установлен, радиатор. Я считаю, что для отвода тепла с данного ресивера этого недостаточно. Если вы не хотите устанавливать другой радиатор, можно сделать следующее. Поскольку радиатор имеет неплотный контакт, здесь зазор приблизительно 2 мм, то можно сточить ножки приблизительно на 2 мм. Ну и, соответственно, вы получите площадь соприкосновения. Ну, где-то вот такую. Затем все это закрепить, промазать термопастой. И все будет лучше, чем было. Я же изначально сделал жесткое крепление. Это было две точки по диагонали. И установил его сюда. Но мне это не понравилось, поскольку платы устанавливать потом сложно. Я выбрал вот такую вот войлочную нить. Она очень крепкая. То есть, каких-то нюансов по движению или того, что отвалится данный радиатор, нет. Как закрепить? Покажу. Пропускаем сквозь отверстия между пластин. И потом берем ниточку между пластинами и обратно ее пропускаем сюда. Так я делаю два оборота. Два. Это нужно для того, чтобы более плотно нитка обхватила данную петлю. И потом вот в эти два отверстия я пропускаю два конца нитки. То есть, будет это вот так. Пропускаем. И с другой стороны затягиваем узел. Также данный способ имеет свой плюс, поскольку при жестком креплении можно повредить вот эти мелкие детали. Они расположены очень близко к отверстиям. И если что-то сделать неправильно, то можно просто повредить материнскую плату. Собственно, вот нить. Сделано два оборота. Два оборота вот. И здесь. Затем нити пропускаем через два отверстия в материнской платья. Попадаем в отверстия. Моей кошке интересно, что я здесь делаю. Да, вот она любит всякие такие штучки технические. И она думает, что я с ней играюсь. Но на самом деле это не так. Кошку зовут Веня. Денислава. Это ориентальная порода. Oriental Shot Hare breed. Она нас очень любит. Но мы ее тоже. Наша маленькая любимица. Кошке ставим лайк. Делаем два оборота. И вот затягиваем. Итак, я установил радиатор вместе с вентилятором. Получилось это вот так. Убираем лишние нитки. И это выглядит следующим образом. Крепление получилось прочным, не жестким. Контакт с процессором больше, чем у штатного радиатора. Естественно. И охлаждение процессора будет происходить значительно сильнее. Теперь давайте подключим вентилятор к силовому разъему. Возле подключения радиатора есть еще вот такой разъемчик. Или вот он. Сейчас уже не помню. Я смотрел спецификацию данного ресивера. У него есть возможность подключения Bluetooth Remote Control. Пульт управления. Я могу разобраться где это. Сейчас мы глянем. 4 пина. Это вот сюда подключается. Данный модуль сделан для DreamBox 900 и для DreamBox 920. Вот так он устанавливается. Но скорее всего это будет тема следующего видео. Поскольку пульта у меня еще нет. Это очень классные пульты. Они могут работать и без направления луча на ресивер. Также поддерживается голосовое управление. Но по ним существует проблема. Поскольку эти пульты отключаются через некоторое время. У меня есть решение по этой проблеме. Но возможно я покажу. Поскольку у меня сейчас не хватает финансовых средств купить этот пульт. Если будут донаты у канала. То скорее всего тема следующего видео будет именно про этот модуль. Давайте соберем все назад. Я включу ускоренное видео. Вы сможете посмотреть как собирается ресивер в обратном порядке. Доброе утро. Попробуем. Попробуем. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...